С новостью о большой зачистке в этот снежный день начинает свою работу дежурная группа. А вот таких развалин в Кировском районе заметно поубавится, потому что местная администрация решила снести около 200 заброшенных или незаконных объектов. Вообще на подобную информацию нужно смотреть с двух сторон. С одной, конечно, это хорошо, что район чистят буквально от такого мусора, как ветхие стайки. Ну а с другой стороны, демонтировать приходится и магазины, небольшие павильоны, которые в основном незаконно торгуют алкоголем. И здесь, конечно, предприниматели реагируют на такое гневно. С начала года администрация Кировского района инициировала снос 25 таких объектов. Четыре из них пришлось демонтировать принудительно, а 21 собственники убрали сами. Вообще же из бюджета на все эти цели выделено 650 тысяч рублей. Всю зиму жители студенческого городка жаловались нам на эти снежные горы, такие отвалы, которые устроил Сибирский федеральный университет, когда всю зиму чистил свою территорию. Тогда же университет обещал здесь все убрать. И вот дождались, когда он стал чуть меньше по объему, но еще не бежит ручьями и, пожалуйста, убирают. Вот они второй день вывозят. Но основания для беспокойства у жителей студенческого городка все-таки были, потому что ниже университета на склоне находятся дома, дома проблемные. Дома, которые ждут укрепления склона. Это та самая улица Огородная, где сползала под парковка во время летнего ливня. Улица Дачная, где такая же проблема. Укрепление склона нам придется в периоде времени делать. Что сейчас конкретно предпринимается? Два проекта сейчас разрабатывается. Это непосредственно укрепление всего склона, но укрепление само по себе технически ничего нам не даст. В студенческом у нас нет никакой системы сбора упорядоченного вод. Поэтому нам надо все собрать, канализировать, чтобы это все не текло на рельеф, куда хочу, туда и теку. Поэтому второй проект, который сейчас у нас разрабатывается, это создание системы водоотвода. В общем, любая лишняя вода, как говорится, здесь смерти подобна. Ну вот, не знаю, как здесь вычесть эту территорию, но все-таки процесс пошел. И завершаем наш патруль небольшой страшилкой для водителей. В центре закрывается участок. Это проезд по улице Дубровинского. Вот с той стороны у нас остался ЗАГС, а вот, собственно, отрезок от диктатуры пролетариата Додзержинского, где и должен появиться кирпич. Карту вам в помощь, чтобы было понятнее. А все из-за коммунальных работ СГК. Начинается плановая замена сетей, но не думаю, что это прямо потеря для автомобилистов. Во-первых, проезд не очень популярный. Во-вторых, сам перекресток будет открыт. В-третьих, ограничения анонсировали на вчерашние 7 вечера, но пока ни блоков, ни знаков мы не видим. По идее, работы продлятся до начала июня, поэтому учитывайте эту информацию в будущем. На этом дежурная группа заканчивает свою работу. Если у вас есть новости, звоните по телефону 202-22-22.